Саран-саран, с вами Ари Ран, это Дайджест Кейпоп Новостей. Девчонки Ле Сарафим не стихают обсуждения по поводу их выступления на Коачеле. 50-50, новые подробности о редебюте группы. Чо вон, участница группы iChillin потеряла сознание на бейсбольном матче. Об этом и кое-чем другом прямо сейчас поподробней полетели. Стали известны результаты скрытия Пак Борам. Я напомню, что ее трагичная смерть произошла 11 апреля, мы ранее с вами обсуждали это на канале. Также опубликовала в телеграм-канале информацию о том, что спекулировали очень многие и пользовались громкой новостью и распространяли всякие разные нехорошие слухи по поводу ее смерти. В прошлом выпуске я сказала, что она была найдена в своем доме, если не ошибаюсь, на всякий случай поправлю, потому что сейчас есть информация о том, что она была найдена в доме друга. А подробности ее смерти также мы обозревали в прошлом выпуске. На фоне всех этих распространяющихся фейковых предположений, что стало причиной ее смерти, агентство ее опубликовало результаты вскрытия. Я это публиковала в телеграм-канале и хочу озвучить вам в новостях. Мы провели вскрытие, чтобы выяснить точную причину кончины Пак Борам и не обнаружили никаких признаков самоубийства или убийства. Вот таким образом они пресекли все дальнейшие разговоры, я надеюсь, что их станет поменьше. Я не думаю, что будут еще какие-то подробности касательно Пак Борам, тем не менее, если что-то станет известно, я, конечно же, буду держать вас, как обычно, в курсе. Тейон из НСТ провели парня в армию 15 апреля. Накануне он запостил целую кучу всяких разных фотографий с бритой головой, естественно, сорвал массу похвалы, конечно же, за счет свой внешний вид. Люди удивлялись и говорили, что он похож на американского рэпера, боже, как же ему идет. К сожалению, не обошлось и без таких драматичных, если можно так сказать, моментов, потому что Хэ Чан и Марк, которые были заняты своим расписанием, скорректировали свой перелет таким образом, чтобы успеть на проводы Тейона, но не успели. Они провели трансляцию, сообщив о том, что рейс их отложен в связи с плохой погодой, и как бы они ни старались, не смогли попасть на проводы Тейона. Расстроился ли Тейон, я не знаю. Он опубликовал фотографию совместную со своими мемберами. Но вот говорят, что есть даже кадры, где Хэ Чан плачет на плече у Марка, и скорее всего это связано с тем, что вот так вот сорвались их планы, и они не смогли провести своего друга в армию. Но я понимаю всю неприятность этой ситуации, на которую, к сожалению, они никак не могли повлиять. Тейону, конечно же, пожелаем удачной службы, и если будет появляться какая-то интересная информация о том, как проходит его служба, конечно же, будем с вами разговаривать в новостях. Чо вон из iChillin потеряла сознание во время бейсбольного матча. Вот с такими заголовками вышла целая куча статей, что произошло на самом деле. Девочки присутствовали, как я уже сказала, на бейсбольном матче, во-первых, там бросок, да, знаете, вот эти вот все традиции. И у них также было запланировано выступление, как здесь в статье говорится, во время уборки, ну, видимо, во время какого-то перерыва, которое, к сожалению, не состоялось. Сообщается, что вылетевший за пределы поля мяч попал по затылку. Чо вон! Насколько я поняла, потеря сознания у нее была кратковременная. Первое время, это уже если судить из заявления агентства, к счастью, оно уже есть. Она жаловалась на боли, но, тем не менее, сейчас восстанавливается. И врачи настаивают на более тщательном обследовании, в связи с чем, к сожалению, будут ее мероприятия, в которых она должна была принимать участие, скорректированы. И все исключительно будет зависеть от ее состояния, от ее здоровья. Я видела в сети те кадры, где видно, что мяч летит и вроде бы как кто-то его ловит. Но вот самого момента я не нашла. Может быть, он был где-то в сети. Но я думаю, что это не столь важно. Самое главное, чтобы девушка как можно быстрее оправилась и чтобы никаких последствий после этой ситуации не было. Разгорелись споры вокруг фотографий, на которых запечатлены ребята Эн Хайпенг, Сон Хун и также Джейк и еще одна женщина. Мероприятие проходило в Японии в рамках поддержки бренда и там присутствовали определенные гости. Вот люди быстро раскрыли личность этой женщины, которая сфотографировалась с ребятами и оказалось, что она мадам некого кабаре-клуба, ну то есть сферы для взрослых. Поэтому люди стали задаваться вопросом, а какого вообще ребята с ней фотографируются и почему она вообще присутствовала на мероприятии. Естественно, этот весь резонанс начал набирать обороты. Тут же компания выпустила заявление, сказали, что они действительно присутствовали на мероприятии и так уж обусловлено, что организаторы просят периодически с теми или иными участниками сфотографироваться. И эта фотография была инициирована прежде всего самой этой женщиной. Поэтому, ну короче, знаете, сняли с себя ответственность. Люди, конечно же, в большей мере встают на сторону Эн Хайпенг и говорят, что они не могли знать и действительно каким образом они могли идентифицировать, кто это именно. Они исключительно выполняли свою работу. Девочки 50-50, которые были по сути расформированы. Кстати, в моем канале Телеграм появился вопрос, а что случилось с девчонками 50-50. Ребята, если вы все пропустили, прямо на канале есть поиск, забивайте 50-50. Очень много роликов выходило по этому поводу, потому что скандал этот тянулся очень долго. Но если говорить коротко, девушки подали иск против своего агентства, потом было долгое разбирательство. И в конечном итоге суд признал все их обвинения недостаточно уместными. Даже не суд, а полиция, по-моему, да, решила, прокуратура решила не передавать в суд, потому что не нашли оснований для этих всех обвинений. В то время кино раскаялось и вернулось к директору Чон Хонжуну. В конечном итоге было объявлено, что будет переиздана группа 50-50, можно ли так сказать? В общем-то будет редебют, и вокруг кино будут собраны другие участницы, которые, собственно, перезапишут песни, уже имеющиеся 50-50, и будут под этим брендовым названием продвигаться. Все, пересказала. Так, что известно на данный момент, это распространяют в СМИ, никакой официальной информации нет. Тем не менее, я думаю, что многим интересно. Несмотря на то, что прослушивание проходило в Юго-Восточной Азии, в группу попали исключительно корейцы. Изначально в группе было всего 4 участницы, сейчас их будет от 5 до 7. Точная циферка не называется. Что касается возрастного диапазона, кино самая старшая в группе, она 2002 года рождения. Остальные девчонки в промежутке между 5 и 8 годом, то есть, ну, помладше ее. И несмотря на то, что кино самая старшая и, казалось бы, да, самая опытная, тем не менее, она не станет лидером группы. Сообщается, что лидеров группы не будет вообще. И, собственно, последний пунктик, который тут обозревается в СМИ, это то, что в данный момент времени уже участницы выбраны. Они готовятся к дебюту и компания сосредоточилась на укреплении нравственности и ценностей стажеров, предоставляя им дополнительное образование в этом направлении. И также компания настаивает на том, чтобы девушки как можно больше читали книг и расширяли свой кругозор. Вот такие новости, собственно. Ребят, не знаю, еще дополнить, но, конечно же, будем ждать официальные информации и новостей о их предстоящем дебюте, который, насколько я поняла, запланирован уже на лето? Нет? Где я слышала эту информацию? Не знаю. Если сбрехала, расскажу вам в следующем обзоре на девочек 50-50. МОНИ БАДУСЕЙО! Ле Серафим, которые выступили на Куачелло и собрали вокруг себя множество критики по поводу своего вокала. Что на данный момент уже новенького произошло? Во-первых, Сакура опубликовала письмо. Дело в том, что она его опубликовала еще в тот момент, когда я заканчивала работу над прошлыми новостями, и оно туда не попало, но я опубликовала его, опять же, в Телеграме, полностью можете прочитать там. Но по большей мере оно, естественно, касалось их выступления, и Сакура сказала, что как бы там ни было критика и все такое, тем не менее мы вкладывались по полной, и мы довольны своим выступлением. Собственно, гордимся им. Вот наподобие того. Несмотря на то, что заявление звучало очень искренне, многие искренности в нем не заметили, и еще больше критики спровоцировала Сакура своим письмом в адрес Ле Серафим, и конкретно в свой адрес, потому что тут же начали появляться обсуждения о ее предыдущем поведении, еще в составе японской группы, где она участвовала. Дескать, она там водила их за нос, обещала, что после шоу она вернется, в конечном итоге она приехала и быстренько свернула удочки и уехала. Ну вот еще плюс она там критиковала участницу, одну из участниц группы, в конечном итоге сказала, что аккаунт заломали, сейчас-то все поднимают на поверхность и обсуждают. Поэтому, когда кто-то из поклонников Ле Серафим опубликовал информацию о том, что я состоял в фэндоме, но я хочу из него выйти, в качестве подтверждения были приложены членская карта и некоторые фотокарточки участниц, собственно, как раз-таки на фоне публикации письма Сакуры, то люди говорили, ну если бы вы знали, какой она была до, то вы бы уже давным-давно покинули фэндом. Вот таким образом была встречена попытка Сакуры поделиться своими впечатлениями от выступления. Чего она публиковала сториз, в котором Доджа Кэт показывает средний палец, и многие трактовали это как ответ хейтерам, то есть не реакция на критику, а скорее тем, кто начал, ну неправомерно, да, распространять и клевету, и унижение, оскорбление, прочее-прочее, короче говоря, ненавистники. Но некоторые говорят, что а почему именно так, может быть там посыл был какой-то другой. Третьи говорят, может быть там посыл был какой угодно, тем не менее она прекрасно знала, как именно можно интерпретировать это и как люди это интерпретируют. В скором времени само сториз было удалено, и люди несколько находятся в непонятках, другие хвалят ее за то, что она вот таким образом молчаливо практически ответила ненавистникам. Также сейчас на фоне всех этих обсуждений вокальных данных девочек Ле Серафим усилилось сравнение их с девчонками GFriend. Если кто-то не знает, эта группа находилась под управлением агентства Ле Серафим немножечко ранее, и были расформированы практически перед дебютом девчонок Ле Серафим внезапно. Мы с вами также это обсуждали, и вот появляются даже целые компиляции, в которых сравнивается вокал. У меня даже появилось такое ощущение, что девочек Ле Серафим прям демонизируют в этом всем, что не сильно-то приятно. Ну ладно, бог судья всем, кто собственно этим занимается, но хочется сказать, что люди по большей мере настаивают на чем? На том, что компания разогнала группу с талантливыми участницами, а вместо этого дебютировала Ле Серафим. И последний инцидент, который произошел, связанный с их выступлением, не связан с их выступлением, потому что он касается инфлюенсера, зовут этого парня Гарри Дэниелс. Я с ним не знакома, тем не менее, он популярная личность в социальных сетях, часто видится со звездами, у него есть фишка, он может подходить и просто начинать петь песню. Артисты его знают, зачастую приветствуют его ярко, эмоционально, это стало, знаете, такой веселой традицией. И вот, собственно, он наткнулся на девчонок Ле Серафим, ну может не наткнулся, возможно он специально к ним подошел, не знаю. Он начал петь, девочки отреагировали, и с одной стороны, это все было мило и потешно встречено, видео было опубликовано в ТикТок. Но тут же пришли люди, которые снова начали хейтить девчонок Ле Серафим за их вокал и выступление на кочеле. Вот так вот. Они говорили такие вещи, что, пожалуй, парню этому нужно вступить в их группу и научить их петь, потому что поет он значительно лучше, чем сами они, и так далее, заполонили хейтерскими комментариями. И мне кажется, это уже давным-давно все пересекло какую-либо черту. Я даже у себя под прошлым видео видела эти комментарии, в которых люди пишут, «Это катастрофа! Боже, мне так тяжело было смотреть их выступления!» То есть, понимаете, ничего сверхстрашного не произошло. В нашем мире происходят другие сейчас катастрофы, на которые многие закрывают глаза. И тем не менее, вот Ле Серафим такое ощущение, как будто бы это самое страшное событие этого столетия. Вот так вот люди описывают их вокал и их выступление, как будто бы это такой дикий кошмар, что просто невозможно стереть из памяти и забыть, и вообще жить после их выступления дальше. Но сюда, наверное, хочется мне все-таки завершить выпуск немножечко чуть более позитивно и продлить тему Куачева. Мы с вами уже обозревали AT, обозревали девочек Ле Серафим. И вот добрались мы до Джексона Вана, которые совместно с Би Би выступили под неизданную песню. Она называется, сейчас скажу как, Feeling Lucky. Вот так она называется, и там такая химия. Но вы знаете, в принципе, Джексону свойственна такая тема. Он выступает на своих концертах, достаточно жарко, и поэтому чуть-чуть такая пикантно-откровенная сцена для Джексона. Что касается Би Би, она также славится своей открытостью. Короче, выступление вызвало множество похвалы, и люди прям вирусят кусочки с их выступлением, оценивая ту химию, которая произошла между ними на сцене. На этом я хочу завершить новостной выпуск, поблагодарить вас всех за то, что вы меня смотрите, за то, что не забываете ставить большие пальцы вверх, и, конечно же, делитесь в комментариях своими отзывами. Также хочу сказать спасибо всем, кто поддерживает новостную рубрику. А на этом, ребятушки, пока что все. Саран-саран, с вами была Риран, люблю вас, целую. Пока-пока-пока.